С вами Алена Самсонова, практикующий психолог. И сегодня мы с вами говорим о нескольких новых навыках, которые вы будете использовать в рамках моего курса стрессоустойчивости, которые вам помогут действительно почувствовать себя лучше, переносить дистресс и чувствовать себя полноценно в любой сложной ситуации, которая доставляет вам дискомфорт. Возможно, вы будете использовать эти навыки для того, чтобы выйти быстрее из какого-то депрессивного состояния. Возможно, вы будете использовать, дабы справиться с внутренним дискомфортом. Возможно, это просто станет новой привычкой, которая будет помогать вам реагировать на жизнь по-другому, с широко раскрытыми глазами. Сегодня мы с вами проходим такой навык, как решение проблем. Этот навык связан с тем, выбираете ли вы долгосрочные цели, либо вы идете каким-то коротким путем, который вас не приводит ни к какому результату. И сегодня мы говорим как раз-таки о этом состоянии, о этой ситуации. Первое. Вам нужно описать проблему, проблемную ситуацию, которая с вами происходит. Возможно, вы испытываете кризис, возможно, вы задыхаетесь, возможно, у вас что-то случилось, возможно, что-то такое происходит с вами, что не дает вам сдвинуться с места. И вам необходимо описать проблемную ситуацию. Далее проверить факты, которые я уже давала этот навык, которые существуют. Это то есть быть уверенным, что вы правильно определили проблемную ситуацию. И далее определить цель решения проблемы. То есть какой цели я готов прийти максимально до конца. Даже если вы находитесь в кризисе, вы можете проделывать этот навык в соответствии с тем, что вы уже снизили эмоциональную уязвимость. Чем вы ее могли снизить? Вы могли поработать над физическим компонентом, то есть подышать, расслабиться, сделать какое-то упражнение быстрое, подействовать на всю парасимпатическую систему и далее переключиться к когнитивной этой сфере. Вам необходимо определить цель решения проблемы, определить, что должно произойти. То есть что вы хотите, какая ваша интерпретация. Чтобы вы почувствовали себя хорошо, что должно произойти. Будьте проще и сделайте что-то, что действительно может произойти. Потому что если вы рассматриваете ситуацию только с точки зрения, пусть там самолет этот опустится прямо сейчас, либо там принц на белом ко мне прискочит и спасет меня, такого, к сожалению, не происходит. Вы можете проделать мозговой штурм, придумать несколько решений проблемы и выбрать наиболее максимально эффективные, которые будут срабатывать для вас. Поначалу не критикуйте никакие идеи, связанные с этим всем и просто механически делайте это. Выберите решение, которое действительно соответствует цели и действительно может сработать. Потому что многие решения, которые вы используете, они не работают и вы продолжаете так себя вести. Далее реализуйте само решение, действительно попытайтесь реализовать то, что вам пришло в голову. Сделайте первый шаг, а затем второй. Оцените, ура получилось, ура не получилось. И так бывает. Если не получилось, то выберите снова шаг пятый. Это когда вы думаете о том, соответствуют ли цели, может ли сработать, либо не может сработать. Этот навык работает для всех ситуаций, в которых вы действительно испытываете эмоциональное страдание и не можете определиться. Решение проблем, оно исходит из того, что навыки отвлечения, навыки переключения внимания не работают. И вам необходимо так или иначе решить ситуацию, в которой вы находитесь. Почему люди долго страдают? Потому что они выбирают отвлекаться, находиться в этой ситуации. И так или иначе ситуация не решается. И они испытывают внутреннюю тоску, внутреннюю грусть, самобичевание. И происходит такой глубочайший дистресс. Какой выход в этой ситуации? В этой ситуации нужно проделать навык решения проблем. То есть определить, описать, проверить факты, соответствуют ли действительно это фактам, либо это ваша больная интерпретация. Почему я говорю больная? Потому что иногда из своего ума, который нам подсказывает очень часто какие-то такие вещи, которые нас спасут, они не являются реалистичными. То есть человек находится, например, без работы, у него тревожное расстройство, либо какая-то сложная ситуация. И он выбирает думать о том, что вот сейчас приедет какой-то друг и оставит ему виллу. Какой-то дедушка умрет. И это его интерпретация. Она болезненная. Почему она болезненная? Она никак не ведет его к результату. В его случае нужно обратиться к психотерапевту и устроиться на маломальский заработок, который будет его поддерживать. Иная ситуация, это когда вы, например, боретесь с расстройством пищевого поведения и выбираете сидеть на диете. Это тоже абсурд. И это не решение проблемы. Это усугубление самого симптома. Поэтому здесь важно проверить факты, насколько факт соответствует действительности, насколько он вам поможет. Например, в случае с расстройством пищевого поведения поможет действительно ситуация, когда человек обратится к психологу, а не пойдет только тратить деньги на диету. И он так или иначе определит цель решения проблемы. Какая должна быть цель? Как она может быть достигнута? И сможет создать такой мозговой штурм. Что это значит? Определить несколько решений проблемы. Что будет максимально вероятным? Что будет подходить? И начнет пробовать и применять. Выберите решение, которое соответствует цели и действительно может сработать. И нужно реализовывать это решение. Оценить результат принятого решения. И так или иначе получить его. Вот такая маленькая техника, которая есть в принципе в интернете. И вы можете ее посмотреть и начать уже сегодня практиковать. С вами была Алена Самсонова, практикующий психолог. Который максимально дает для вас нужную информацию. Которая помогает вам справиться с негативными эмоциями. С различными нарушениями психологическими. И помогает создать ту действительно жизнь, которая достойна того, чтобы ее проживать. Пить.